Сегодня рабочие начали закладывать фундамент будущего цеха по выпуску новых моделей грузовых автомобилей. Впрочем, на площадке предприятия также будут делать сварку и окраску кабин. В общем, весь цикл мелкоузлового производства. На сегодняшний день мы расширяем производственную линейку. Из грузовых автомобилей будет производиться модель новая в сегменте средне-тоннажной техники. Это будет модель EX-6 грузоподъемностью 3,5 тонны, EX-8 грузоподъемностью 4,5 тонны, а также EX-9 грузоподъемностью 6 тонн. Расширение мелкоузлового производства создаст 100 новых рабочих мест для конструкторов, монтажеров и сборщиков. Новый транспорт будут поставлять во все регионы страны, а также экспортируют в страны СНГ. В целом предприятия, вот уже 10 лет существующие на рынке, производят автобусы, которые колесят по всей республике. Промтоварные фургоны, самосвалы, пожарные машины и рефрижераторы. Выпускают предприятия и автомобили скорой помощи. Ежедневно здесь собирают три реанимобиля. На производство одного уходит два с половиной дня, говорят специалисты. Основное внимание при разработке модификации уделяется безопасности при перевозке пациентов. Транспорт оснащен по последнему слову техники. В нем есть необходимое портативное оборудование, позволяющее проводить реанимационные процедуры. Во время рабочей поездки глава мегаполиса ознакомился с генеральным планом нового автоцентра. Многофункциональный он будет работать по принципу одного окна. В спеццоне можно будет получить госномер, купить, обменять или продать автомобиль и получить дополнительные сервисные услуги. Налоговое отчисление в город будет 456 миллионов тенге в год. Для удобства клиентов будет благоустроена территория для досуга. Это рестораны, зоны отдыха и детские площадки. Строительство автоцентра «Майкар» планируют закончить к концу года.